Краш что такое знаешь? Ну это красавчик, любимчик, а кринж. А это наоборот, значит мы с тобой еще к молодежи себя можем отнести. Ну вот шутки шутками, но взаимопонимание между поколениями должно быть всегда и как этого достичь вообще, есть ли это взаимопонимание межпоколенческое мы узнаем у нашей гости на прямой связи со студией психолог Екатерина Кес. Екатерина, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Но вот как вы считаете, современные молодежь и современные взрослые, точнее даже взрослые, понимают ли молодежь современную? Я с большим интересом посмотрела ваш опрос, посмеялась. Вы знаете, эта история, она продолжается из поколения в поколение и этот конфликт непонимания, он есть всегда. И на какой бы мы не посмотрели период прошлого, мы всегда увидим, например, наши бабушки с дедушками, которые пережили тяготы войны, они не понимали своих детей, которые интересуются дискотеками, смотрят телевизор. И вот так вот мы можем пройтись в 70-е, 90-е годы и так далее. То есть вот этот вот межпоколенческий пробел, когда старшее поколение считает, что они живут правильно, что у них правильные ценности и мировоззрение, а молодежь делает что-то не то и совершенно не так себя ведет. И, кстати, есть очень интересные высказывания, которые читаешь и хочешь увидеть под ними современника, а смотришь, что это, например, там Сократ, пятый век до нашей эры. Он писал о том, что у нынешней молодежи ужасные нравы, ее ничего не интересует, она любит только роскошь и так далее. Ну вот, Екатерина, смотрите, все правильно, Сократ еще об этом писал, казалось бы, ничего не изменилось, планета по-прежнему продолжает развиваться, и даже легкомысленная молодежь спокойно себе двигает прогресс вперед. Вот казалось бы, хорошо, а что тогда вот, например, делать нам, чтобы не стать вот такими же взрослыми, которые бы там что-то ворчали в возрасте уже на нашу молодежь, которая будет там во время нашей зрелости, скажем так. Как сохранить себе молодость? И нужно ли? Прекрасный вопрос. На самом деле нужно просто немножко вспомнить себя в молодости и вспомнить свои собственные отношения с родителями, как нам не хватало понимания, поддержки. И это очень помогает поставить себя на место детей. А если мы будем говорить про типичные конфликты между старшим поколением и молодым, это когда старшее поколение дает непрошенные советы без запроса, очень много критикует манеру вести себя, одеваться и вообще жить так, как молодежь хочет и считает нужным. Непрошенные визиты, непредвиденные, без предупреждения от старшего поколения, если, например, мы будем говорить про молодую семью, и вот старшее поколение и родители мужа или жены приезжают иногда без предупреждения, еще и своими ключами, бывает, открывают дверь. Вот я такое часто слышу. И это, конечно, то, что будет очень возмущать молодую семью. Это не чувство непонимания границ, личных границ. Ну, кстати, да, вот слава богу, многие умеют эти границы расставлять, особенно в больших городах. Тут совсем другая культура. Ну, не всегда получается. Не всегда, да, но все-таки стремимся к этому. Совсем другая культура общения со взрослым поколением. Хочется вернуться к нашей теме, заявленной вначале. Международный день тещи. Это любимый праздник Василия, 23 октября, Международный день тещи. Вот есть такая статистика, согласно которой 80% мужчин уверяют, что у них прекрасное отношение с мамой и жены. Но все-таки, тем не менее, откуда тогда пошла эта мифология шуточек про тещу, анекдотов этих популярных, которые мы до сих пор рассказываем? Вы знаете, есть такая версия, что в период где-то с 40-х по 50-е годы была очень большая волна переезда из деревень и из сел в города. И люди вынуждены были селиться на очень маленькой жилплощади. И, конечно, это вело к тому, что росло напряжение, недопонимание и так далее. И вот именно в этот период филологи наблюдают очень большой всплеск появления анекдотов про тещу и зятю. Но интересно, что не про свекровь и невестку. Это связывает с тем, что у нас все-таки патриархальное больше общество. И когда муж недоволен, например, своей тещей, он имеет больше права об этом говорить, возмущаться. А когда невестка не очень довольна своей свекровью, ей нужно терпеть и держать все внутри. А вообще я хочу сказать, что анекдоты – это прекрасный способ разрядить напряжение. И как раз вот анекдоты про тещу и зятя, они в некоторой степени помогают это недовольствие и агрессию сублимировать, вытеснить. И в виде шутки разрядить обстановку. И они действительно помогают справиться с очень большим количеством стресса и напряжения. Екатерина, спасибо вам большое. Действительно, мне кажется, шутка способна помочь абсолютно в любом конфликте. Поэтому возьмем на вооружение. Людмила, когда ты будешь на меня обижаться, я буду обязательно шутить. На прямой видеосвязи с нашей студией была психолог Екатерина Кес. Поговорили о том, как наладить взаимоотношения все-таки родителей и детей. Да, благодарим нашу замечательную гостью. Всегда рада ей в прямом эфире.